Приветствуем, любители героев Мечу и Маги, с вами Орэндж. Как вы наверняка помните, наша команда совместно с UnFrozen регулярно собирает фидбэк от различных представителей комьюнити, но вот ведь не задача. Последние несколько роликов были посвящены киберспортсменам, и вы, разумеется, обратили на это внимание, мол, давайте хоть как-то разнообразим список приглашенных гостей. Мы решили не тянуть и пригласили на беседу антиквара, который известен геройскому комьюнити именно как синглплеер и создатель обучающего контента. Уверен, вам будет интересно послушать другое мнение на наши вопросы. Приятного просмотра! Константин, доброго дня тебе! Очень рад, что наконец-то могу лично с тобой познакомиться, пообщаться, пообсуждать интересные геройские темы. Для меня это также необычное интервью, потому что после того, как я начал выпускать геройские гайды, люди в комментариях писали, «О, так это же духовный наследник антиквара». Я знаю, что ты за свою контентмейкерскую жизнь на ютубе сыграл во много разных играх, но рискну предположить именно, что по большей части тебя знают как геройщика, и именно как создателя обучающего контента, поэтому наша команда решила пообщаться с тобой именно в этом направлении. Но перед этим давай немного поговорим о тебе. Представься, пожалуйста, для тех зрителей, которые еще с твоим творчеством не знакомы. Добрый день, рад тоже с тобой познакомиться. Никогда не доводилось выступать в качестве духовного наставника, но какие-то вещи в жизни когда-то происходят в первый раз. Если о себе. Зовут меня Константин, в геройском сообществе я известен под ником антиквар. Раньше был чистым летсплейщиком, потом стал стримером. Ну и если выделять какую-то одну вещь, которой, можно сказать, я горжусь на этом поприще, то это будут несколько десятков обучающих и обзорных роликов по третьим героям. Насколько мне известно, ты играл и в другие части героев, но, скорее всего, именно тройка является твоей любимой. Почему именно она? В чем ее магический секрет по сравнению с другими частями Хом, по твоему мнению? Слушай, но тройка, тут нужно понимать, она не появилась на пустом месте. Были первые герои, которые, по сути, были все-таки экспериментом для Джона Ван Каннигема. Вторые герои, это уже был более серьезный продукт, это уже была отличная пошаговая стратегия, которую нужно было несколько доработать. Привнести большую глубину, насытить, разнообразить геймплей, что и было прекрасно реализовано в тройке. А вот затем пошли эксперименты. Вышла четвертая часть героев, которая пересмотрела очень многие механики. И я уверен, что фанаты героев Меча и Магии, когда была тройка, они-то от четверки ждали совершенно другого, чем то, что получили. Улучшенную версию своей игры, да, то, что они полюбили в двойке. С четверкой ситуация получилась обратная. Когда вышла пятая часть, пятые герои, то это, скажем так, был в каком-то смысле ренессанс вот этой всей геройской истории. Добавили новые интересные механики, системе прокачки, об уникальных классовых навыках для героев разных фракций. Но при этом игра стала менее динамичной, она стала более сложной. И я считаю, что во многом поэтому проиграла своему предшественнику и основному конкуренту. Ну и если мы говорим о тройке, да, почему именно она, я думаю, что тут важно отметить тот вклад, который ребята из Хот и Крю внесли в то, что они доработали ту самую старую тройку. Избавили ее от багов, сделали более сбалансированной, более красивой. Именно благодаря им на сегодня тройка среди игр геройской серии с запасом является топ-1. Ты знаешь, в этом месте я сразу хотел бы тебе задать такой вот вопрос. Я читаю, наверное, там практически все вообще комментарии на ютюбе или около того, что связано с Олденэрой. И что логично, собираются игроки всех частей, и каждый начинает там писать о том, вот что именно круто было в его части. И, мол, а добавят ли именно это разработчики в будущем, да, эту механику, либо этого юнита. Но мы прекрасно понимаем, что если напихать в одну игру через чур там много всего, да, то получится некая каша-малаша. Скажи, пожалуйста, вот с твоей точки зрения, какие механики вообще из всех частей героев понравились наибольшему количеству людей в целом? И что ты сам лично хотел бы видеть, чтобы в серии осталось, но, возможно, с какими-то правками? Тут нужно понимать, что всем никогда не получится угодить. Всегда найдутся недовольные. На мой взгляд, основная задача разработчиков Олденэры состоит как раз в том, чтобы не пытаться понравиться всем и каждому. У ребят должно быть свое четкое видение, которое они хотят реализовать в конечном продукте. При этом я уверен, что все геройщики, независимо от личных предпочтений, только выиграют, если вышедшая игра получится интересной и заслуживающей внимания. Самое-то главное, на мой взгляд, герои должны быть узнаваемыми. Должен быть привычный интерфейс, так или иначе, система прокачки героев, система боя, ну и так далее. Да, безусловно, со своими особенностями, с какими-то новыми фишками, дополнениями, нововведениями, иначе ради чего было все это затевать, да? Если удастся реализовать все это на новом современном уровне геймдизайна, то все может получиться. Позволь, пожалуйста, вернуться, да, немножечко все-таки еще назад и поговорить насчет механик и вообще каких-то там интересных фишек в героях. Что тебе все-таки самому вот больше всего запомнилось? Может быть, знаешь, кинематографические пролеты в замках из пятой части или там караваны передвижения из четверки, да? Вот поделись там своим видением. Ты сейчас, когда задавал этот вопрос, да, сказал про показы замков, да, как они реализованы в пятых героях. Вот ты начал задавать вопрос, я об этом даже не помнил. Ты сказал, я вспомнил, я такой думаю, да, это было клево, это было классно. На самом деле, герои это настолько разнообразная история, да, что вот я для себя выделить что-то одно, я даже, знаешь, так вот сходу затруднюсь. Не знаю, пошаговые битвы мне очень нравятся, как реализованы в героях, да? То есть они достаточно понятные, они достаточно лаконичные. Ну, в героях, на мой взгляд, они на голову сильнее. Пусть будет это. Графические экраны городов, где как выглядят. Вот я тут между тройкой и пятеркой не выберу. И там, и там есть своя изюминка, здесь кому что нравится. Если все же нужно, то давай систему боя, да, вот как она сделана в героях. То есть она простая, понятная, быстрая. Ага, все, наконец-то, я-то тебя тут и поймал. Наконец-то ты мне сказал что-то конкретное. Это система боя. Но в таком случае возникает другой вопрос. А какая именно система боя? Ну, однозначно тройка, она более понятная. Более понятная, более быстрая. Тут, опять же, почему я для себя, да, выделяю тройку? Именно в динамике, именно в том, что все быстро, все просто. Ну, понятно, да, насколько герои могут быть простыми. Ну, для людей, которые в них давно играют, понятно, что они становятся простыми и понятными. Нужны ли вот эти вот надстройки, да, то, что ты рассказал про инициативу, про скорость, то, что это разделили в пятерки? Ну, это имеет право на существование, безусловно. В моем понимании то, что в этом отношении есть тройки, этого достаточно. В таком случае я хотел бы мне, чтобы ты подтвердил мой пойнт, который я вынес для себя из твоего ответа, что тебя в целом привлекает скорость, повышенная скорость игры, да, и вообще, в принципе, развитие событий. В целом, тебе нравится идея того, что геймплей в Olden Area стремится к тому, чтобы быть намного быстрее, чем в предыдущих частях. Мы сейчас говорим и о каком-то функционале внутри игры, и в целом, да, там, каких-то нюансах тех же самых, там, удобства интерфейса. Например, вспомню ту же самую пятую часть, где в начале битвы, там, пока ты заходишь внутрь битвы, там, камера, типа, отлетает и прочее-прочее. Да, блядь, вот это окончание еще дольше бы шло. Мои любимые анимации. Тебе нравится, что все в игре будет стремиться к, там, минимально потраченному игровому времени пользователя? Да, слушай, все абсолютно верно. Ну, во-первых, я думаю, что каждый взрослый человек, он понимает, что время — это тот ресурс, суперценный для каждого человека, которому мы очень дорожим. Допустим, если я буду говорить как стример, да, безусловно, для меня, если мы коснулись бы шаблонов, да, которые есть у нас в третьих героях, в чем, возможно, главный плюс авуткаста по сравнению с кроссом? Да в динамизме, в том, что ты партию можешь сыграть гораздо быстрее. Это интереснее смотреть, просто для зрителей, да, с точки зрения зрителей воспринимать вот этот динамизм интереснее. Если мы берем просто человека, который запустил героев с целью провести время, поиграть, ну, не всегда у человека есть много часов, чтобы сыграть одну карту. То есть, если это происходит быстро, то это, на мой взгляд, безусловно, плюс. Не хотелось бы, правильно ты отметил, что вот эти вот вроде бы мелочи, анимации, анимации начала боя, анимации существ, да, их атак и так далее, магии. Вроде бы мелочи, вроде бы секунды здесь, секунды здесь, но на круг получается, что сам процесс воспринимается затянутым. Понимаю, о чем ты говоришь, благодарю за ответ. Ты знаешь, сейчас, ну, лично мое мнение, возможно, наши зрители со мной не согласятся, но я вижу некую, знаешь, тенденцию смены игровых шаблонов. Вот когда-то на пьедестале Геройского Олимпа красовался Джебус Кросс. Ну, честно признаться, он и сейчас топ-1. Ну, вот складывается впечатление, что геройщикам он начинает надоедать, и они готовы играть во что-то другое, зачастую даже более сложное по структуре. Например, 6LM 10A. Ты вот играешь в основном Джебус Ауткаст, но вопрос, почему ты решил остановиться именно на нем? И почему, в принципе, по твоему мнению, геройщики пересаживаются с Джебус Кросса на что-то другое? Все-таки надоедает или есть какая-то другая причина? Все приедается. Людям хочется разнообразия. Он позволяет, с одной стороны, показать вот это вот, да, он дает возможность игроку показать свой стратегический, тактический потенциал, да, и он при этом не такой затянутый, как то, что ты упомянул, допустим, 6LM 10A. Все равно, вот если эти два шаблона сравнивать, то Кросс, опять же, в среднем играется быстрее. Но все приедается. Людям хочется разнообразия. Поэтому появляются новые шаблоны, появляются различные вариации на тему того же Джебус Кросса, да, с коробками на, там, не знаю, условно, высокоуровневых существ. Опять же, если мы говорим про шаблоны, которые играются одним героем, то есть это у нас Джебус Каста и дуэль, по интересу, который возник как у игроков, так и у зрителей, которые приходят на стримы, стало понятно, что вот такие шаблоны, они тоже востребованы, да, которые играются одним героем. Плюс, безусловно, это динамизм, плюс это простота, это меньший порог вхождения для того, чтобы играть подобные шаблоны на достаточно неплохом уровне, чтобы играть с сильными игроками в лобби. И вот это вот разнообразие, это хорошо, это то, что идет, я считаю, в плюс геройскому сообществу. Как по мне, ошибка может состоять в том, что, знаешь, в попытках сказать, что вот должно быть только так, или должно быть только по-другому. Да пусть будет и так, и так. Мы с тобой все равно противопоставляем шаблоны с одним героем и шаблоны без ограничения количества найма героев. И с этим ты ничего не сделаешь. Есть люди, которым нравятся шаблоны с одним героем, условные, ауткаст или дуэль, неважно. Есть люди, которым нравится Джебус Кросс, 6LM10А или что-то подобное. И как ты их можешь примирить в попытке сделать один шаблон? Возникает вопрос, зачем? Но стремиться сделать более совершенным шаблон для одного героя и для нескольких героев, ну почему нет? Тут, как говорится, этому самому совершенству нет пределов, тут можно экспериментировать, можно придумывать. На самом деле ты немножечко меня опередил, и опять частично коснулся следующего вопроса. Но главный поинт, который я выделил для себя на данный момент, это то, что к такому шаблону стремиться не нужно. Мол, пусть играют одни в одно, другие в другое, а вот развивать эти направления очень даже стоит. Ну, если мы говорим про шаблоны в целом, да, вот если зайти там в третьи герои, их там всевозможное множество, опять же, есть, насколько я знаю, очень много интересных шаблонов из пятой части. Вот зайдет новичок, да, и что он увидит? Там 20 каких-то непонятных названий, а что, а как, а где, не знаю, сидеть в этом во всем разбираться, как будто очень нудно. Пойду я лучше поиграю во что-нибудь вообще там другое, чем сидеть там и вообще выяснять, а как тут в принципе играть и что все эти шаблоны обозначают. А как бы ты, например, отнесся к идее взять, да, вышеупомянутые Jabez Cross и Outcast и добавить к ним еще парочку каких-то шаблонов, например, M200, так называемый шаблон. И что-то очень большое, очень сложное, там, с подземельем, например, 6LM10A или там H3DM1, зеркальный там шаблон, да, который играется, очевидно, там, дольше даже, чем Jabez Cross. То есть, например, этот шаблон играется столько-то по времени, этот чуть больше, этот чуть больше, и это там совсем очень долгий, мол. То есть сделать именно критерий разделения шаблонов по времени. Что скажешь на этот счет? Слушай, ну как вариант, то, что ты описал, если мы зайдем в сетевую игру в третьих героях и откроем вкладку с шаблонами, то мы увидим там, я никогда не считал сколько их, но там несколько десятков шаблонов. Если мы смотрим самых сильных игроков, они могут играть любой из этих шаблонов, да. Но по большому счету, так ли часто на практике играется, я не знаю, какой-нибудь спайдер? Ряд шаблонов я даже не вспомню названий, потому что я их вообще не видел ни у кого, но они есть. Вот от такого разнообразия, от, если хочешь, мертвого разнообразия, нужно уйти, безусловно. Если мы говорим с точки зрения нового игрока, человека, который пришел в игру, открыл эту вкладочку, увидел там несколько десятков названий, почесал голову, закрыл вкладочку, да, и думает, пойду-ка я поиграю во что-нибудь другое. То, полагаю, это не нужно. А тот критерий, который ты предложил, время, которое в среднем необходимо для отыгрыша шаблона, мне кажется, он достаточно удачный. Причем, если делать так, можно как раз так и обозначить, да, что для нового игрока, то есть в чем разница вот этих вот вариантов игры, версии игры. Разница в том времени, которое ты затратишь для того, чтобы довести процесс игры до логического завершения. С одной стороны, мы берем популярность того, что уже есть. Все равно за время существования третьих героев вообще и за время активной вот этой истории до существования онлайн-лобби, огромного количества партий, которые были наиграны сильными геройщиками, накопился большой массив информации. И, в принципе, если собрать эту статистику, проанализировать, что играется, то мы можем, исходя из, что смотрится, опять же, да, зрителями, мы можем оставить востребованные шаблоны, да, добавляем критерии и времени, которые нужно потратить в среднем на игру, на конкретном шаблоне. И мы для нового игрока, для человека, который пришел в игру, ничего о ней не знает, даем достаточно четкую систему целеполагания, да, что он получит, запустив тот или иной игровой режим. Почему нет? Достаточно удачное решение, я думаю. Хорошо, Константин, благодарю тебя за ответ. И в этом же месте еще тогда хотел бы задать тебе дополнительный вопрос. Кольт упомянул такую вещь, как время. Не секрет, что в современных реалиях все стараются потреблять контент за наименьшее количество пройденного времени. В этот момент появляется такая штука, как вин кондишен в третьих героях, которая по задумке самой игры подразумевает, что ты должен убить всех героев оппонента и захватить все его замки. То есть, как правило, либо кто-то пишет ГГ, либо не пишет, и приходится, что называется, душиться. И занятие это бывает, ну, очень длинным и очень изматывающим. И складывается такое впечатление, что текущий вин кондишен, он как будто устарел. Что ты вообще думаешь на эту тему? До стопроцентов. Могу с тобой согласиться только. Как, думаю, любой человек, который играет в онлайн-лобби, и не важно, что он играет, да. С ауткастами-то как раз все понятно. Там вин кондишен, да, поражение героев. Вот мне что не нравится, расскажу о своем, о своей боли. То, что шаблон развивается, МКС автор Джоба Сауткастов выпускает новые версии, за что им огромное спасибо. Но что мне вот принципиально не нравится в этой истории, как раз если мы говорим об условии победы, вин кондишен, как угодно. Ты потерпел героям поражение, неважно, в битве с нейтралами, в битве с оппонентом, да, с героем оппонента. Все, на этом игра должна заканчиваться. Убегание, отступание. Опять же, в моем понимании, для Джебус Ауткаста это совершенно лишняя история. В разрезе того, о чем ты спросил, тут вот есть четкий и понятный ответ. Именно для шаблона с одним героем. Можно спорить, оставлять ли возможность отступления от нейтралов, не оставлять. Но, когда мы говорим о финальной битве, да, не о финальной, а просто о битве с героем оппонента, тут, я считаю, должна быть одна такая битва и все будет понятно. Проиграл автоматически, гг. Можно даже это сделать автоматически, чтобы человек ничего не писал, чтобы второй оппонент не сидел, не ждал. Разные бывают оппоненты, бывают люди, которые после игры, я думаю, опять же, все, кто играет, улетают сразу же в черный список, потому что не хочешь больше играть с людьми, которые ведут себя не очень корректно, да, в частности, там, тянут ходы, нет таймеров в финал, как бесконечно долго думают над каждым ходом, ну и так далее. Поэтому для шаблонов с одним героем, тут, в моем понимании, все понятно, все просто, по крайней мере, так можно сделать. Что касается условия победы по нанесению поражения всем героям оппонента и занятию всех его замков, слушай, ну, безусловно, да, это история, думаю, можно ее назвать и устаревшей, но, в общем, это совершенно точно не тот критерий победы, который должен присутствовать. Но при этом я могу сказать, что я-то сходу придумать и назвать какой-то другой критерий не могу. Возможно, есть какие-то готовые решения, которые можно реализовать, возможно, ты мне сейчас расскажешь о каких-то готовых решениях. Необходимость победить всех героев, врага занять все его города для победы, да, технической, скажем так, автоматической, которая сделает, которая объявит система тебе просто, объявит игра, да, это перебор, это неправильная схема, которую в идеале поменять, конечно, при выходе новых героев. Не то, что я готов сходу назвать какие-то критерии, но, по крайней мере, я точно знаю, что в World in Air готовятся свои вин-кондишены, альтернативные, и, что самое главное, достижимые по логике самой игры. Разные для каждого режима, то есть ситуация, при которой, там, да, возьмем тот же самый Jabez Cross, ты запираешь своего, там, оппонента на респе, и он, там, будет 10 часов душиться, там, до последнего героя, выжимая весь таймер до нуля, слава богу, что таких ситуаций не будет. То есть игра заранее, да, будет у вас, у игроков, спрашивать, каким именно образом вы хотите завершить игру. И с моей, там, точкой зрения, это прям то, чего категорически в данный момент не хватает третьим героям. Да, я соглашусь, на 100%. Это, это вот как раз, вот в моем понимании, если мы говорим о пошаговых стратегиях, то третьи герои, это игра, да, она не идеальная, не эталонная, но она во многих аспектах есть ощущение, что, ну, а что улучшать-то, можно какие-то нюансы, да, какие-то допиливать, там, геймплейные и так далее. Но в целом, вроде как, слабых мест и нет. А вот это то, о чем ты сказал, условия победы и, как критерий, достижимость, да, вот заявленного условия победы, его логичность, это как раз тот нюанс, не нюанс, это тот аспект, который для PvP-режима очень важен. Если это будет реализовано в Олден Эре, то тогда это будет, ну, такой серьезный шаг вперед в деле развития PvP-режимов пошаговых героев. Окей, благодарю тебя за ответ. Прежде чем мы перейдем к главной части интервью, давай поговорим про последний аспект героев, а именно текущий баланс. Не секрет, что в онлайн-баталиях существует такой инструмент, как торг, который позволяет уравнивать силы оппонентов. И по этому поводу существует, ну, прям очень много споров. Кто-то говорит, ну, на самом деле в основном профессиональные игроки, что это неотъемлемая часть игры и что без них никуда. Что торг это дополнительный источник продемонстрировать свою силу, свое знание игры. Другие игроки, да, ну, скорее более казуальные, говорят, что это костыль. И это лишь указывает на несовершенность игрового баланса. Даже PvE игроки, то есть игроки одиночных героев, не остаются в стороне и говорят, что даже если мы там садимся играть с ламповый хот-сид, как будто инферно против некрополиса, там, или замок против какой-нибудь цитадели, звучит не совсем честно. А что ты думаешь по этому поводу? Несмотря на то, что я не специалист, к торгу-то я отношусь на самом деле очень хорошо. Я не считаю, что это костыль. Тут можно провести несколько аргументов, даже неприменительно к балансу. К балансу я сейчас вернусь, я твой вопрос услышал. Но если мы говорим именно о торге, есть определенная градация силы фракций, да, в той же тройке. Какие-то считаются самыми сильными, менее сильными, там, самыми слабыми и так далее. Но есть же личные предпочтения, это раз. Есть в торге выкупается же не только город, но и цвет. Это два. Цвет в героях, которые являются пошаговой игрой, это право первого хода. Тот, кто купил себе красный цвет, он всегда на ход впереди, фактически, чем второй игрок. Я не считаю, что торг это костыль. Да, он, безусловно, позволяет нивелировать несовершенство баланса. Когда мы берем откровенно сильный город и тот, который на бумаге выглядит слабее, то, безусловно, торг это тот инструмент, который позволяет вот эти вот несовершенства баланса поправить. Но при этом он дает игрокам возможность просто выбрать тот город, купить тот город, который им больше нравится, да. То есть, не обязательно тут вопрос силы, вопрос, бывает, личных предпочтений. Представить, что торга нет, но вот мы сгенерировали пару замков, кинули монетку, да, и определили, кто первый ходит, а кто второй, кто играет на одном городе, кто на другом. Мне представляется это менее справедливым, да. То есть, герои и так очень рандомная игра, во многом завязанная на удачу, на благосклонность к тебе генератора. И если мы еще и здесь добавим вот этот элемент случайности, то я считаю, что это будет неправильно. Если говорить непосредственно о балансе, то моя, прямо у меня есть такая убежденность, уверенность, что идеальный баланс в героях это утопия. Идеального баланса нет даже в шахматах, да, при том, что у двоих игроков одни и те же фигуры, одни и те же позиции на старте. Но вот в чем вопрос. Один играет белыми и ходит первый, а второй играет черными и ходит вторым. Когда играют профессионалы, да, это просто колоссальное преимущество. Что уж говорить о героях, да, где разные существа, разные города с какими-то особенностями. Как в этой ситуации можно достичь именно идеального баланса? Я считаю, что это невозможно. Да, безусловно, к этому надо стремиться. А как бы ты отнесся к идее того, чтобы сделать замки приблизительно одинаковые по силе? То есть, еще раз я хочу подчеркнуть, приблизительно одинаковые. Делать замки полностью идентичными абсолютно не имеет никакого смысла, потому что именно разница в геймплее, разница в силе, она добавляет, да, как мы понимаем, остроты матча. Но если они будут приблизительно одинаковые по своей силе, и мы будем для выбора этих городов использовать такой инструмент, как черк, когда у нас есть, да, еще раз, пул городов, и мы с тобой поочередно вычеркиваем какие-то замки, и у нас остается пара. Это добавило бы честности той самой, про которую ты говорил? Опять же, да, две части твоего вопроса. Первый, ты говоришь, если будут разные города с разным геймплеем, это будет прекрасно. И когда меня спрашивают про пятых героев, чем они мне нравятся, мне безумно нравится, что там вот действительно каждая фракция имеет какой-то свой уникальный геймплей, именно фракционный, это очень здорово. И если это будет в Олден Эре, то, конечно, это прекрасно. Вопрос баланса, да, ты говоришь, что получится сделать, скажем так, силы городов будет сравнимо. Замечательно, если будет так, замечательно. А вот вторая часть твоего вопроса, если мы будем вычеркивать, да, города при PvP играх, это позволяет не генерировать пару случайно, а играть на каких-то конкретных городах. Но проблема, знаешь, в чем я вижу? А зачем в такой ситуации игроку вообще уметь играть за все города? Ну, то есть ты выбираешь два города, которые будут так или иначе самыми, ну там, сильными, да? Сильнее остальных, скажем так. Не-не-не, подожди, подожди, не обязательно, почему, например, мы играем с тобой, и ты там вычеркиваешь первым замком вот этот город, а, например, другой оппонент вычеркнет другой, и таким образом мы можем играть как самыми слабыми замками, так и среднячком, и самыми сильными. Мне кажется, здесь это, ну, это абсолютно рандом. Да, слушай, об этом я не подумал. Ну, как вариант, знаешь как, это та история, которая умозрительно, ну, ее тяжело умозрительно, да, то есть чисто интеллектуально понять, насколько она будет хороша или плоха. Пока вот такие вот вещи не проходят испытания практикой, какие-то возможные нюансы, да, того, как это работать, хорошо это будет или плохо, понять достаточно сложно. Насколько это будет лучше торга? Только практика, я полагаю, сможет показать, ответить на этот вопрос. Сразу же у меня тут есть вопрос, а нужно ли оставлять только один из этих двух вариантов решения данного вопроса? То есть все равно, когда мы говорим о любой PvP-игре, так или иначе, у нас садится два человека, и они приходят к какому-то компромиссу, да, они играют по каким-то правилам. Ну, если мы предположим, что у нас вот есть Олденера, есть два варианта начала партии, или так, или так. И есть, ну, я полагаю, уже будет какой-то лобби, да, тоже привычное уже нам, подобное ему. И там просто в условиях игры ты пишешь для игры на таком-то шаблоне по такой-то системе начала матча. То есть, с твоей точки зрения, был бы идеальный вариант, при котором игра сама, да, внутри лобби спрашивала бы, какой инструмент выбора городов вы хотите использовать? Торг либо черк? Абсолютно точно. То есть, да, вот есть такая кнопочка, да, ты ее там нажал, ну, поставил галочку или не поставил, ну, или там две кнопочки, одну нажал или вторую. Когда мы говорим о новой игре, да, то есть, вот выходит Олденера, она, это новая игра. И я так понимаю, что разработчики будут смотреть, как она будет заходить, собирать фидбэк, и выпускать баланс патча. Ну, и если реализовать такой вариант, вот, с двумя этими режимами, можно было бы собрать статистику и посмотреть. Возможно, один из этих вариантов начала партии доминировал бы, да, то есть, большинство людей бы выбирало или торг, или вычеркивание. То есть, это неплохой, скажем так, прием, когда можно получить ответы, собственно, у людей, для которых все и делается, то есть, у игроков. Благодарю тебя за столь развернутый и очень интересный ответ. И в этом месте я, наконец-то, хотел бы перейти до основных вопросов, связанных с твоим творчеством. Как я сказал в самом начале интервью, ты у героичков в первую очередь ассоциируешься именно с обучающим контентом. Но почему именно это? Ведь если посмотреть на любые игры, в том числе и героев, то больше востребован контент развлекательный или соревновательный, но никак не обучающий. Слушай, ну, дело в том, что мне это просто близко. Если бы моя жизнь сложилась немного иначе, я вполне бы мог стать преподавателем, были для этого предпосылки. Но сложилось, как сложилось. А вообще, да, если так философски ответить на твой вопрос, я считаю, что человек должен стремиться к тому, чтобы делать именно то, что ему интересно, а не только ориентироваться на востребованность, стараться делать то, что модно, престижно. Я убежден в том, что хорошо можно сделать только то, что тебе интересно. Это очень интересно. Получается, что мы выяснили, что делать обучающий контент — это что-то вроде зоба души. Формально, конечно, у нас есть обучение в предыдущих частях героев. Ну, в общем-то, например, в третьей части — это просто миссия, которая толком ничего не объясняет. Поэтому проще сказать, что просто обучение отсутствует. Как ты считаешь, насколько, в принципе, обучение реально важно в современных играх? Ведь герои — это пошаговая стратегия, но просто с кучей механик и различных функций, о некоторых из которых не знают даже профессиональные игроки. У меня есть убежденность, что обучение для героев — это невероятно важно. Вот смотри, у разных игр есть разный порог вхождения. Если мы берем какой-то шутер и героев, и сравниваем их с точки зрения вот этого самого порога вхождения, насколько просто начать играть. Естественно, посади там практически любого человека играть в шутер, и плюс-минус он безо всякого обучения будет понимать, что ему нужно делать. Это не потому, что шутер хорош, а герои плохи. Нет, это просто специфика игры. Это просто количество механик, которые есть в игре. В героях, как ты сам сказал, очень справедливо заметил, колоссальное количество механик. Я по себе знаю, я знаю по другим ребятам, сталкиваются с ситуацией, когда играем много лет в героев, они внезапно сталкиваются с тем, и достаточно часто это происходит, что они чего-то не знают. Поэтому в героях обучение должно быть совершенно точным. Ясно, что никакое обучение, насколько бы хорошо и качественно оно не было сделано, не позволит игроку сходу разбираться в нюансах именно игры, в деталях. Но этого и не нужно. Но при этом после прохождения обучения игрок должен понимать основные механики, которые ему позволят запустить игру на самом легком пусть уровне сложности и сделают игру для него и понятной, и интересной. Таким образом, в моем понимании, качественное обучение это во многом залог того, насколько легко новая аудитория будет вовлекаться в игровой процесс и в конечном счете формировать новое игровое сообщество. И еще есть один нюанс, очень важный. Хотим мы того или нет, но с развитием информационных технологий, с моментальным получением искомой информации в интернете, люди стали более ленивыми. Изучая новый продукт, любую игру, в данном случае, мы не хотим долго разбираться, мы не хотим читать какие-то полотна текста. Мы хотим видеть короткое по возможности, информативное и интуитивно понятное обучение. Я уверен, что в современных реалиях именно такое обучение сможет обеспечить и привлечение, и удержание, ну, больше, конечно, удержание новой аудитории. Как ты наверняка знаешь, а, возможно, сейчас для тебя это будет новость, что в новых героях хотят предусмотреть разделение обучения на PvE и PvP-контент. Давай порассуждаем. Скорее всего, те, ну, по крайней мере, первые волны, кто начнет играть в PvP, они будут знакомы, да, скорее всего, с предыдущими частями героев, и уж то-что о базовой, там, логике, базовой стратегии игры, они с ним знакомы, и как будто для них нужно, там, делать что-то более продвинутое. PvE, в случае с PvE, там непонятно, могут сразу залететь новички и начать играть. Для них нужно что-то более основное. Как ты считаешь, в чем должно быть принципиальное отличие вот этих вот разных там уровней курсов молодых бойцов? Тут все зависит от целевой аудитории, на которую направлено это обучение. Если мы говорим о новичках, о людях, которые не знакомы с героями в принципе, то они хотят увидеть, я думаю, они должны получить то обучение, которое расскажет исключительно о базовых механиках. Все остальное будет постигаться через наигрыш, игровой опыт свой собственный и так далее. Если мы говорим о обучении, которое создается изначально для людей, которые уже понимают базовые механики, то оно, конечно, тоже вполне имеет место быть. Но само по себе это обучение должно быть сделано принципиально по-разному. То есть не начать рассказывать новичкам о каких-то продвинутых фишках, которые не то чтобы им не интересны или не нужны, они просто их не поймут. С одной стороны, насколько опытным игрокам не давать вот эту базовую информацию, которую они и так владеют. То есть если обучение предполагается разделить на несколько курсов, на два или на большее количество курсов, что ж, это интересно. Если мы говорим о новичках, условно говоря, и берем такой аспект, как цепочки, которые позволяют передавать армию. Было бы неплохо показать новому игроку, что есть возможность при использовании некоторого количества героев за один игровой ход перебросить армию из одной части в другую и показать, как это делается. Но разжевывать это и пытаться научить строить цепочки, я считаю, для нового игрока совершенно бесполезная будет трата времени. Потому что научиться пользоваться этим инструментом, понимать, куда выставить героя, объяснять, что такое просто цепь, а что такое обратная цепь, которая позволяет отправить армию в одну сторону и вернуть ее обратно. Это будет какая-то бесполезная история. Трата времени. Это будет непонятно. Если обучение сделать неправильным с этой точки зрения, это будет не вовлекать людей и не удерживать людей в новой игре, а, возможно, тот момент, на котором игроков можно будет и терять. Тут бы не получилось, что изначально хорошее намерение создать вот такое многоуровневое обучение для разных категорий игроков не вышло боком, не привело к тому, что наоборот люди будут смотреть такое обучение, получать не ту информацию и пропадать из игры, которая потенциально может быть очень интересна. Да, нужно ориентироваться на ту целевую аудиторию, для которой создается тот или иной тип обучения. Совершенно верно. Новые игроки должны получить понимание базовых механик и вообще понимание того, что это за игра, что происходит, как в нее играть. Чтобы они ее запустили, попробовали, им понравилось, и вот если им понравилось, и они уже готовы делать следующие шаги, они могли бы пойти, да, и посмотреть уже второе более продвинутое обучение. И, соответственно, да, для опытных игроков, ну зачем им знать, что такое очки передвижения, что есть там дни, которые нужно пропускать, ну, то есть какие-то вещи, которые для геройщика очевидны и банальны, он посмотрит, скажет, а что я время теряю, я и так это знаю. Интересно. Ты знаешь, пока мы с тобой беседовали, мне в голову пришла вот какая идея, то есть как будто логично, да, что в PvP пойдут более продвинтые пользователи, в PvE там как придется, но может быть и другая ситуация, когда там заходит, например, в World of Nero новый игрок, он вообще не знаком с героями, и он хочет сразу отправиться в PvP, мы же не знаем, такое, мне кажется, тоже возможно. Или наоборот, придет там какой-нибудь матерый папашка, который в героев играет с 2000-х, но он захотел там первым делом пройти, например, компанию, мне кажется, и такое тоже может быть, но при этом этот игрок, который пойдет играть в компанию, он знает там героев вдоль, вдоль и поперек, как будто, опять же, даже что-то ему пытаться объяснить, там, неважно, базовое, не базовое, как будто не особо-то и нужно. И вот чтобы не попадать в ситуацию, когда мы, в принципе, можем там подсунуть игроку какое-то не то обучение, она, ну, при таком случае может возникать. А что, если мы будем спрашивать у игрока, там, вообще при входе в игру, да, расскажите, пожалуйста, о своем уровне вообще игры в героев. Играли ли вы в них? Если да, то в каких? А там с пошаговыми стратегиями вы знакомы? Несколько вопросов задать и понять вообще, какой уровень у игрока. И на основании этих ответов дать ему уже нужное ему обучение. Или не давать вообще? Мне очень нравится идея. То есть, когда мы добавляем подобный интерактивный элемент, да, это здорово. Это сразу же вовлекает человека. Человек чувствует некоторую заботу, я думаю, о нем, да, что у него спрашивают. Ну, нужно пояснить, для чего это делается, да, что мы... Ответьте на несколько вопросов, мы определим ваш уровень игры, ваш уровень понимания, как-то это корректно, красиво написать, и предложить, да, соответственно, то обучение, которое ему подойдет. Во-первых, должна быть возможность сразу же очень легко и просто это закрыть одной кнопкой, да, чтобы у людей не вызывать раздражение, потому что не все, как ты понимаешь, захотят вообще читать, чтобы их учили чему-то. И вот эта вот часть, вот этот вот опросник, он не должен быть очень длинным. То есть как-то сформулировать это, постараться уложить там, не знаю, в 4-5 вопросов. Все хорошо в меру, но в целом, как идея, я думаю, что рассмотреть ее совершенно точно стоит. Благодарю тебя за твой ответ. Хотел бы задать тебе следующий вопрос, который касается режима игры, а именно арены. Мог бы ты посоветовать новичкам этот режим, который, по идее, будет самым простым по уровню входа в игру? Ну, например, что через него можно оттачивать какие-то стратегии ведения боя и быстро выучить активные способности всех существ. Я не думаю, что это может рассматриваться в качестве элемента обучения и что это хорошо именно с точки зрения получения информации о механиках, об их использовании. То есть, в моем понимании, это история, наоборот, для опытных игроков, которые как раз понимают, какие связки работают, какие герои, что будут давать ему в этом бою и так далее. Поэтому арена, безусловно, интересный режим. Но я думаю, что все-таки он подходит больше для людей опытных, которые понимают уже, скажем так, много про игру, может, не разбираются во всех тонкостях и нюансах, но как минимум какой-то средний уровень понимания игры у них должен быть. Если его нет, начинать с арены, ну, я бы, честно, не стал и не рекомендовал бы. Я бы все-таки рекомендовал и не идти сразу в PvP. Если ты хочешь просто как-то вкатиться в героев, лучше сначала поиграть на карте спокойно против компьютера, когда у тебя базовые механики не вызывают никаких вопросов, ты уже готов к следующему шагу углубляться, да, в какие-то более серьезные механики, готов встречаться в бою с живыми людьми. Ну, либо нужно прямо подбирать себе оппонента, такого же новичка, как и ты. Вот если, если, опять же, да, мне тоже мысль в голову по ходу рассуждения пришла, предусмотреть как-то возможность того, чтобы люди могли, вот будучи новичком, придя на арену, играть с такими же новичками, тогда я думаю, что да. А вот если будет вероятность, что они будут попадать на опытных игроков, ну, не уверен, что они это будут воспринимать с позитивом и оценивать, как получение ценного геройского опыта. Скорее всего, они будут просто расстраиваться и негативить, да, на тему того, как они провели время. Хорошо, спасибо. И финальный вопрос для тебя. Что в целом думаешь насчет ЛДНР? Ты наверняка смотрел интервью разработчиков на каких-то YouTube-каналах, читал информацию в интернете. Что бы ты, возможно, хотел добавить в проект, чего на данный момент не заанонсировали разработчики? Прежде всего, мне хочется верить, что игра получится интересной и стоящей. Как уже говорил, от этого все геройщики выиграют, ну или подавляющее большинство совершенно точно. При этом мои личные ожидания можно описать словами сдержанный оптимизм. У меня такой подход, что завышенные ожидания часто оборачиваются серьезными разочарованиями, но каких-то разочарований в жизни и так хватает, поэтому по живым увидим, да, что получится, но я рекомендую всем относиться к данному проекту позитивно и со сдержанным оптимизмом. По поводу советов, что добавлять Волденеру, а что нет, я все же воздержусь. Я уже говорил, что я не хотел давать как раз некие советы, и вот почему, потому что есть очень много концептов и точек зрений практически на любой игровой аспект, да, который есть в героях. На вторичные навыки, как они должны выглядеть, на баланс этих самых стихий, на баланс магии, на заклинание контроля карты, как это должно выглядеть и работать, быть привязанным к стихиям, не быть привязанным, если да, то каким, ну и так далее и тому подобное. Перечислять это можно очень и очень долго. Любой разработчик игры должен исходить из того, что ты всем не угодишь, ты не сделаешь так, чтобы всем понравились все твои решения. Поэтому я лучше просто пожелаю ребятам, которые занимаются разработкой ЛДНР, удачи и доведите свой труд по созданию этой игры до логического завершения. Ну и я надеюсь, что нам результат очень понравится. Константин, благодарю тебя за твои ответы, благодарю тебя за уделенное время. Послушать твои ответы особенно на тему геройского обучения было очень интересно и полезно. Поэтому спасибо тебе большое от всего геройского сердца. Спасибо большое, я тоже был рад знакомству, услышал много интересных мыслей от тебя в процессе разговора. Мне всегда нравится, когда разговор с собеседником тебя тоже чем-то обогащает. И вроде у нас интервью, а вроде я с тобой поговорил и ты мне тоже дал несколько интересных мыслей для размышления каких-то, идей для понимания вообще геройских реалий. Эх, слышал бы сейчас моя мама, что я умею говорить умные мысли, она бы, наверное, удивилась. Покажи это место. Покажи это место, ты, ты, ты,